Алисия, здравствуйте! Вопрос от родителей из родных семей, но проблема одна и та же про одежду. Два года ребенку. Очень трудно одеть во что-то новое. Хочет ходить в старой одежде, который привык. Девочке 5 лет. Другая семья, та же самая проблема. Только эти колготки, говорит, которые ей нравятся. Другие категорически не хочет надевать. С вечера вместе готовим одежду в садик. Она сама выбирает. Утром ее все не устраивает, закатывает скандал. С большим трудом уговариваю ее одеться. Иногда из-за этого не успеваем в садик. А садик она ходит с удовольствием. Что делать? Что делать с ребенком в два года? Почему он не хочет менять одежду? Или вообще с трудом одевается? С года до двух ребенок еще напоминает маленького звереныша, которым движут инстинкты, чтобы мне было удобно, хорошо и комфортно. И если родители замечали, то именно в этот период дети очень любят бегать голышом. Одежда их стесняет, одежда им мешает. То есть еще властвуют такие первобытные инстинкты. Да, и родителям необходимо это учитывать. Естественно, ни в коем случае ребенок так действует не потому, что он хочет насолить или разозлить родителей. Он не хочет одеваться или он не хочет менять одежду. Он так действует, потому что ему так удобно, так хорошо. У ребенка нет понимания времени. Поэтому ему все равно, что вы опаздываете на работу. И опять же, он это делает не потому, что он хочет вам насолить, а потому что у него действительно отсутствует понимание времени и пространства. Он делает так, как ему комфортно. И даже если ребенку пять лет, то он только вступает на путь социализации. Он только учится жить в социуме. Он только учится жить в границах, в которых мы существуем, взрослые люди. Поэтому, когда вы утром кричите на своего ребенка, давай быстрее, я опаздываю на работу, что ты чухаешься, да ты там такой, такой, такой. У ребенка кроме недоумения, что вы от него хотите, вы ничего не вызовете. А вслед за недоумением пойдет агрессия, злость. И так вы точно с ним не договоритесь. И тогда действительно ребенок начнет действовать на зло. Поэтому ребенка три-четыре года, в пять лет. Да, вы с вечера с ним договорились, выбрали одежду, все. Все хорошо вроде бы. Но у ребенка еще и очень короткая память. Поэтому утром он встает и начинает день с чистого листа. Поэтому ту одежду, которую вы выбирали с вечера, он может уже просто забыть и поменять свое настроение. Поэтому оставьте перед ним выбор. Пусть этот ребенок утром встанет и увидит перед собой спектр выбора. И тем самым у него будет создаваться ощущение, что он сам может осуществлять выбор и следовать за своим желанием. А вы этот выбор ограничиваете, да, там двумя-тремя комплектами одежды. Но не надейтесь на то, что вечером вы с ним договорились и утром все будет хорошо. Нет, это не так. Потом всегда предупреждайте ребенка заранее. Так, через 10 минут мы с тобой будем одеваться. Именно мы будем одеваться, потому что три года, но бывает, что и в два с половиной года ребенок вступает в зону кризиса, я сам. И для него очень важны действия, где он принимает самостоятельность. Естественно, что это коряво. Естественно, что родитель нервничает, особенно если опаздывает на работу. Ну, раньше вставайте тогда, да. Вот, что делать? Помним о том, что жизнь этого ребенка — это выбор родителей, что они решили, что этот ребенок будет жить. Поэтому встаем чуть раньше, предупреждаем ребенка заранее, следим за своим эмоциональным фоном. Понимаем, что в 3-4 года ребенок находится в зоне кризиса, я сам. И ему очень важно что-то делать самостоятельно. То есть, если вы ему одели колготочки, кстати, которые он очень любит, да позвольте ему одевать эти колготочки, даже если там уже дырочка появилась. Это вам важно в социуме выглядеть красиво. А ребенку важно в социуме выглядеть удобно и привычно. Поэтому позволяем одевать те вещи, которые ребенок хочет одеть. Может быть, ему эти колготочки создают зону безопасности, да, они для него как некий такой талисманчик. Такое тоже может. То есть, позволяем ребенка выражать себя и самое главное во всем, что бы вы ни делали, но если вы будете выходить из состояния спокойствия и принятия ребенка, вы этим только утяжелите ситуацию. Поэтому не можете спокойно себя вести. Запаситесь ящичком валерьянки, выдохните, выйдите, постойте у окошка, подышите, вернитесь и говорите с ребенком спокойно. Может быть, и отвлечь его, может быть, и дать ему в пример какого-то его любимого героя из фильма, из сказок, из комикса, привести его как пример, подчеркивать, что ребенок уже что-то сделал хорошо, да. Ну, то есть, находить компромиссные решения и следить за своим эмоциональным состоянием. Субтитры создавал DimaTorzok